Навес для винограда. Обустройство продомового участка или дачи – увлекательный и творческий процесс. Опорная конструкция для винограда является универсальным решением. Это и польза, и декоративность, и уют. Двор приобретет ухоженный вид, виноградник не будет занимать лишнее место в саду. Беседка, увитая лозой или навес, дающий тень в жару, станут украшением любой территории. Они выглядят гораздо эстетичнее, чем обычные навесы из строительных материалов плитки поликарбоната или тента. Какие бывают навесы? По типу конструкций навесы бывают косые, сварные, арочные. Можно также возвести деревянную беседку. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, материал также может быть использован разный. Сварочная конструкция – надежная и долговечная опора. Она не потребует ремонта, покраски, подтягивания и переделывания. Но вес конструкции очень внушительный, поэтому потребуется мощная опора. Со временем выросший виноградник, особенно с созревающим урожаем, добавит свой вес. Поэтому нижнюю часть опор потребуется бетонировать. Для возведения данного типа навеса нужен сварочный аппарат. Существенным недостатком такого сооружения является его высокая стоимость. Косые навесы одним концом примыкают к дому или иной постройке. Конструкцию можно соорудить в виде беседки или коридора. Второй вариант построить быстрее и дешевле. Поскольку одна сторона навеса опирается на стену, остается построить второй и соединить их перемычками. По отношению к дому козырек располагается под углом 45А. Можно выполнить перемычку не из металла, а из садовой сетки шириной 40 см. Это позволит уменьшить вес конструкции затрат и облегчить процесс установки. Виноград хорошо плетется по сетке. Но такой навес не будет долговечным. Косой навес, арычные навесы для винограда очень популярны и эстетичны. Несмотря на кажущуюся сложность этой конструкции, соорудить ее не так сложно. Однако дуги покупаются готовыми, что весьма недешево. В принципе, можно использовать вместо них гнутый металлический профиль, но этот способ ненадежен. Металлические опоры крепятся на столбчатый фундамент. Недостатком такого способа является то, что виноградную лозу нужно будет направлять поверху арки, так как свисающие ветки будут портить вид и создавать неудобства при сборе гроздей. Поэтому такая конструкция требует постоянного ухода за растением. Нередко боковые стороны арычных навесов изготавливают не из железа, а из деревянных колонн. Самый простой, дешевый, но недолговечный вариант выполнить поперечные перемычки из обычной проволоки или гибких прутьев. Этот вариант займет минимум времени, сил и средств на изготовление. Но ежегодно придется натягивать и периодически заменять проволоку. Под тяжелыми гроздьями винограда она будет постоянно провисать. Беседка, выполненная из дерева, это центральная часть зоны отдыха и украшения любого двора. Можно приобрести уже готовый каркас или сделать конструкцию своими руками. Для сооружения не потребуется большого навыка или каких-то профессиональных инструментов. Пол можно залить бетоном или выполнить из дерева. Но рекомендуется поднять его над землей, так как дождевая вода быстро разрушит строение. Стенки могут быть как открытыми, так и сплошными. Мангал должен располагаться как можно дальше от беседки, так как дерево пожароопасный материал. Жар может навредить винограду. Недостаток деревянной конструкции в низком сроке службы. Доски нужно будет постоянно подкрашивать, заменять или чинить. Навес для винограда их дерева важно выбирать. Для навеса или беседки тот сорт винограда, который не нуждается в укрытии на зиму. Для каждого региона это свой сорт. Наиболее популярны для навеса сорта Изабелла, Лидия, Конкурд и Альфа. Эти растения неприхотливы и могут развиваться как на солнце, так и теней. Навес из поликарбоната Сооружение навеса для винограда из металла своими руками – задача нелегкая. Для этого понадобится хотя бы минимальный опыт работы с металлом и много терпения. Если сделать сверху козырек из поликарбоната, это будет мечта винограда и укрытие для лозы. Навес из поликарбоната первым делом нужно определить размеры и по ним нарисовать чертеж. Для постройки навеса потребуются профильные квадратные трубы, стальные трубы для опоры, поликарбонат, сотовый лилитой, цемент, отсев, песок. Итак, первым делом нужно подготовить место под опоры, для чего на площадке удаляется растительность. После этого поверхность надо выровнять и наметить границы будущей постройки колышками и веревками. Далее нужно выкопать траншею, засыпать в нее подушку из песка и установить опоры. Сделать опалубку, приготовить раствор и залить им траншею. Сохнуть бетон будет примерно четверо суток, при этом его нужно периодически поливать. После этого делают обвязку опор поверху. Далее режется поликарбонат ножовкой с небольшим запасом. К обрешетке крепится стыковочный профиль, к нему крепится поликарбонат. Крепление поликарбоната, даже тонкие листы поликарбоната способны выдержать слой снега, поэтому не обязательно выбирать толстый и дорогой материал. Главное в конструкции это опора. Она должна быть максимально надежной, тогда никакой снег не будет страшен. Арочный навес – бюджетный вариант. Арочный навес можно смастерить из более дешевых материалов, чем описано выше. Например, можно использовать для этого железные штыри. Такая конструкция не простоит десятки лет, но зато будет построена быстро. Будет лучше, если на таком навесе будут плестись декоративные виды винограда. Так как есть риск, что она не выдержит обильный урожай тяжелых гроздей. Арка для винограда Для ручного навеса понадобятся следующие материалы – металлические прути, песок, цемент, отсев, сварка, широкие доски, гвозди. Для того, чтобы сделать навес для винограда, нужно сначала подготовить площадку необходимого размера. Ее рассещают от травы и выравнивают. С двух сторон будущего навеса выкапывают траншеи для фундамента. Их глубина и ширина зависят от толщины и тяжести прутьев. Если они тонкие, то достаточно сделать траншею глубиной 20-30 сантиметров. На дно полученной ямы укладывают балласт в виде среднего размера камней. Далее нужно замесить с водой песок, цемент и отсев в одинаковых пропорциях. Из досок сделать опалубку нужного размера и установить ее на место. Бетон залить в траншею равномерно и разровнять мастерком. Навес для винограда своими руками. Следующий шаг заключается в подготовке прутьев для будущего навеса. Те, которые пойдут наверх арки, сгибают. Арматуру устанавливают в отстывший бетон и дожидается полного затвердения основания. После этого приваривают дуги к вертикальным штырям и горизонтальным перемычкам. В завершении работы можно покрасить конструкцию краской для наружных работ из аэрозольного баллончика. Пол под таким навесом можно выполнить из тротуарной плитки или залить бетоном. Можно просто засыпать песком. Далее остается посадить виноградные саженцы. Выбор конструкции материалов для изготовления навеса зависит от личных предпочтений и возможностей владельца участка. Кому-то нравятся деревянные уютные изделия, кому-то важны качество и долговечность, а для кого-то решающим фактором станет финансовая сторона. В любом случае, навес – хорошие приспособления для виноградовства, вложенные средства, силы и время не будут потрачены зря. Продолжение следует...